всем привет добро пожаловать на канал админ гайд и сегодня мы с вами начнем очередной админский гайд серию видео уроков о том как настроить контроллер доменов на Ubuntu 20 наконец-то у меня появилось немного свободного времени и собственно новый подшефтный проект который для которого мы будем сейчас настраивать контроллер домена и так с чего мы начнем мы начнем с того что зальем в наш data store дистрибутивы давайте посмотрим что у нас тут есть вот сюда это зальем и так что у нас тут есть у нас есть тут Windows 10 надо же у нас есть Ubuntu сервер болен я так долго его качал так и еще мы зальем с вами сюда clearOS clearOS открыть пока он заливается все все началось я хотел скачать untangle по-тихому установить которых доменов там и так далее вот ну и что-то вот попытался скачать untangle как бы здесь вот типа ничего нету select там firewall и так далее тут тоже там всякая уже покупка честно может быть я слепой может быть я тупой и что-то я здесь не обнаруживаю вот free trial допустим да тоже то есть теперь чтобы скачать untangle нужно регистрироваться заполнить 1 2 3 4 5 6 7 8 полей так 9 10 полей согласиться короче капчу еще какую-нибудь наверное бить для того чтобы получить дистрибутив вшивого межсетевого экрана не пользуйтесь больше untangle отмене все мои инсталляции будут идти на основе clearOS давно не использовал этот дистрибутив это тоже тот же самый комбайн многофункциональный вот мы заходим на clearOS.com здесь одна большая жирная кнопка download clearOS все выбираем что мы хотим нам нужно комьюнити вот это вот edition download кликаем на облако ну не на облако точнее на зеркало жмем сохранить и все к нам пошел заезжать образ межсетевого экрана я не представляю насколько тупыми и самоуверенными нужно быть untangle чтобы вот такие манипуляции людей проводить для того чтобы скачать их не вшивый дистрибутив как бы даже винда себе такого не позволяет 10 который можно просто скачать с иноциального сайта одной кнопкой вот поэтому untangle намов теперь у нас будет только clearOS собственно серия видео уроков будет побита на на какие-то отрезки это будут логические какие-то отрезки допустим вот в этом видео мы с вами установим firewall перед этим сконфигурировал что чуть-чуть подконфигурировав наши секса и быть может потом я выпущу еще видос как это делать на ой кошмар из головы вылетела короче на другом гипервизоре полностью бесплатно но опять же тот проект для которого сейчас будет раз разворачиваться контроль домена ему полностью хватит лицензионных ограничений секса то есть восемь ядер виртуальных только восемь в цепи мы сможем кинуть на машину на какую-то то есть лимит любой машины в бесплатном и секса это 8 в цепи как бы а это будет пвс дека и там ну нету как таковых вычислительных мощностей да там будет мощное видеонаблюдение но она будет стоять на отдельном сервере как бы а здесь нам хватит для контроллера домена там файловые шары и так далее вот наших ограничений так сказать 8 в цепи и так что мы сделали у нас есть вам точнее даже по другому давайте первый урок он будет достаточно долгий и возможно даже настройка файл уйдет дальше как бы в другие уроки то есть что у нас есть у нас есть сервер сервер этот дел у него есть четыре порта грубо говоря это у нас порты один-два-три-четыре ну точнее ноль-один-два-три не суть здесь вот ноль-один-два-три и из них вот это вот ван то есть из свеча сюда приходит ну оплинк то есть вот это оплинк до вышестоящего свеча там шлюзовая не суть дальше есть lan lan это у нас ну тестовая среда где грубо говоря локалка где живут все вообще вертмашины по дефолту то есть здесь есть какие-то вертмашины помоечные так сказать ну кошмар как долго а так мне это бесит да вот вот эти все вертмашины это для тестов экспериментальная площадка там который в случае чего можно взрывать чтобы ничего не было это у нас получается lan и здесь у нас будет сеть которую мы назовем сбег и в ней будет жить все содержимое которое мы будем вот этих вот видео уроках воссоздавать для именно вот этого проекта дальше это будет через вланы там скоммутировано через много разных уровней и выкачано конкретно в тот офис где будет эксплуатироваться то есть ну кто может знаком со спецификой работы провз это бешеный излишек потому что там сидит один два человека как бы и им дают один-два ноута сканер штрих кодов кассу все этого не хватает но как бы проект так сказать достаточно не сложный не требовательный поэтому почему бы не сделать там красиво вот ну параллельно записать видос до делать на это все будем на двадцатую бунте то есть скоро у нас уже 22 выйдет поэтому я думаю 20 уже стабилизировалась и можно начинать пилить по ней видосики в этой серии видосов я надеюсь будет контроллер домена и резервный контроллер домена то есть минимум и возможно даже возможно но скорее всего все же 22 серия видосов про 22 бунту но возможно в этой серии видосов будет про миграции контроллеров домена проброс их не проброс точнее миграция с винды и миграция на винду и так далее возможно если хватит времени а так мы как бы будем вот так сказать стараться и так давайте мы с вами создадим вот машину и это у нас будет во первых мы сделаем так и это пусть будет нас гв но наверно шлюз у нас будет один но мало ли до какой гибертрофированного состояния дойдет вот этот вот но эта инфраструктура назовем гв1 может у нас будет два шлюза чем черт не шутит клей руэс эту у нас центр на центр состоит чо у нас тут вот у нас есть центр 7 вроде там на седьмой центре но честно не страшно насрать если что-то будет не так вот у нас здесь есть рейд из сас дисков и мы создадим сейчас одно ядро пусть будет два ядра памяти 2 гига хватит на глаза и по идее хватит 10 гигов ладно пусть будет 10 место мало будем экономить а ну да конечно у нас сейчас здесь lan и ван как бы нам нужно будет сейчас создать еще сеть пусть пока что у нас будет ван и lan все это коннектит дата сторисов файл или с целых впервые вообще ставлю клев клевер у нас вроде потому могу купить как бы извиняйте все мы создали машину сейчас будем переделывать и пойдемте у нас есть у нас есть вот эти четыре интерфейса вот они у нас получаются физические порты протянутые за свечи нулевой грубо говоря нулевое 1 2 3 2 3 2 у нас занят вот видите за свеч 2 3 физический порт он полностью пустой и давайте переносы назовем порт группу назовем ее и это будет у нас вот так вот ok все шикарно все круто так что тут интересненького красивенького то есть посмотреть ладно плевать и так вот у нас наш теперь мы идем к нашей машине находим здесь сдэк гв заново открывали настройки и в настройках меняем наш ламп на сдэк все чтобы у нас сдэк был в отдельной сети все машины связанные с ним запускаем давайте на всякий случай протестируем как бы вряд ли что-то ну на что-то повлияет опа горло чуть-чуть побаливает ну все тест у нас скоро закончится и мы приступим к установке надо воткнуть сервером где диск через специальный переходник чтобы она была как-то побыстрее ну что были прям вообще так сколько вообще времени то у нас уже и так English English все выставляем как есть я за пассивное изучение ну что континью вот the time пусть будет Азия и Екатеринбург так клавиатура Remindation Installation Source Local Media так ой так все шики-пики done сеть у нас включена что у нас получается D448 1 интерфейс D448 1 интерфейс D448 1 интерфейс D448 1 интерфейс вот он получил сразу же ну адрес под FCP и это у нас наша локалка пишет 10 гигабит но что-то честно мне кажется что нет хотя надо будет глянуть что там за интерфейс на сервере стоят на тестовом и так все шикарно done и начинаем установку тут маркетплейс всякая реклама не сильно не особо интересно а как бы да многим возможно привычный формат статей канул в лету статей больше не будет точнее статьи они будут но на видосы которые там будут набирать сотни тысяч просмотров лайков потому что себестоимость одной статьи выходит там пятьдесят шестьдесят тысяч рублей как бы и ради четырехсот там пятьдесят просмотров ну неоправданный формат вот все последующие сисадминские видосы будут вот в таком формате бродкаста потока мысли еще там где в углу рожма я будет как на уроках в металлогии кстати да преподаю в металлогии в описании к видео добавлю свою реферальную ссылку и стекируем промокод который дает скидку ну которая стекируется со всеми этими со всеми скидками акциями на сайте так что регистрируйтесь приходите к нам я преподаю там на факультете системного администрирования читаю статьи про телеметрию и про не статьи веду лекции про телеметрию и виртуализацию и допер кстати да нужно было что-нибудь с забексом для сдека сделать интересненького вот как-то ну должно быть вполне достаточно много тематик поэтому пвз на который можно будет снять полезные в широкой массе видео уроки то есть несмотря на то что мы здесь разворачиваем с вами сейчас будем ну в серии этих уроков разворачивать контролер домена для маленького пвз где всего два компа точнее серверов в этом пвз будет сильно больше чем компьютеров как бы но это все применимо в любом ну в любой среде вашей то есть по этим же видео урокам вы сможете развернуть на 20-ю бунте инфраструктуру на не знаю там в своем офисе в своей фирме там где у вас сотни уже хостов рабочих мест и пользователей пароль ну здесь в видео уроках я буду пароль простой от 1 до 9 там где не позволяет сделать от 1 до 9 ввиду там политик безопасности дабы не лезть и не переписывать политики безопасности будет восклицательный знак qwerty с большой буквы 1 2 3 пароль как-то так вот после вот этого видоса ну да мы сейчас установим здесь clearOS поднастроим его на этом видос закончится в следующем видосе мы с вами уже будем настраивать ну начнем с контролера домена к каждой статье если там что-то нужно вбивать будет ссылка на гид я создам репозиторий отдельный куда буду все это постить потому что я прямо сильно настрадался с форматированием когда ты пилишь форматирование а какой-нибудь самоуверенный дзем или же обнова вордпресса берут и решают за тебя то что вот здесь табуляции мы заменим на пробелы при этом в разных строках табуляция будет заменена на разное количество пробелов и люди пытаются воспроизвести статью копипастят абсолютно правомерно подразумевая то что текст команд и код там различных конфигов должен быть форматирован копипастят их к себе в конфиге и у них ничего не взлетало как раз потому что раз в месяц буквально мне приходилось и в дзене и на сайте переделывать код переделывать конфиги времени очень мало и тратить его вот на это сильно неохота поэтому я пришел к выводу что будет гид ссылка на гид тоже будет в каждой статье если мы что-то вдруг набиваем ну или что-то используем это будет складываться в гид и храниться там веками грубо говоря не подвержены каким-то изменениям со стороны всяких обезьян которые считают себя умнее там меняют разметки меняют там всякие подходы к обработке текста и так далее на платформах где размещается этот текст что-то прямо очень долго устанавливается ClearOS очень-очень странно вот что там что еще можно сказать видосы будут выходить я очень сильно здесь раз в неделю несмотря даже на то что я возможно отменю половину курса посвященного контроллеру доменов контроллеру домена на 20-е убудки запишу уже сегодня вечером ну не факт конечно но постараюсь вот выходить они будут раз в неделю потому потому что я хочу пытаю надежды вылезти на монетизацию вот у меня там про 3D принтер свой ролики начал постить про ЧПУ свой начал постить ролики еще хочу про моноколесо про свое тоже там запостить пару видосов надеюсь появятся подписчики появятся просмотры и это позволит хоть как-то компенсировать затраты на лицензирование на железо для стенда ну всякие такие по мелочам в общем тот же самый хрустинг какой путь ой ну наконец-то кошмар какой я уже даже начал думать что у меня кончится тема что у меня кончится слова вот давай стартую чудовище первый раз вижу наверное последние лет 5 QRS так что разбираться с ним мы сейчас будем с вами вместе с ним с ней не знаю как правильно говорить так ли РУС ну сейчас посмотрим по цвету какой цвет нет ну все-таки QRS наверное буду в женском роде эту ось миновать что у нас здесь что у нас здесь ага ух ты она сразу же пошарила в 1 так 10 32 80 61 60 80 32 81 81 тп это сейчас enter ой кошмар я забыл поставил точнее лишнюю двоечку дополнительную да ну что что делаешь то дополнительно принять риск и продолжить интересненько что у нас что у нас пишет что-нибудь админ админ network не знаю давайте попробуем админ 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 язык конечно же английский английский логин ну нет окей пойдемте clearless defo у послать где у нас сам clearless давайте смотрим давайте смотрим что у нас здесь есть community documentation ресурсы документация 7 clearless так вот логинг им. Давайте смотрим, что-нибудь, что-нибудь. Так, pop-pop. Нет, что-то не то. Логи никого, не то бокс. Так, ну, давайте попробуем. Туб. Туб. Это, конечно, не пустой. Так. Это у нас похож форум. А, да господи же. Рут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что-то я туплю на ночь глядя. Так, это у нас ClearOS. Ох. Литинг стартит. Next. Public server. Что-то у нас. Мод. Тут у нас будет так. Мод из есть, что комментирует интерфейс. This can be a bit strictly. Значит, здесь. One. Gfcp. Light. Checker. Edit. Ну, что, пусть будет. Gv.sd.lan. Next. 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 Какой-то мятенький цвет. Next. Какой-то мятенький цвет. Так. Регистрация. Возможно-таки придется сейчас создать аккаунт. Окей. Пусть будет аккаунт. Ну, не знаю. Пусть будет, например, sdek. Пароль. Пароль здесь, раз уж и в интернете. Пусть будет помогнее. Ааа, не катал. sdek. Ну да. Что, даже свободно, да? Так. У него адрес какой-то сделаем. Пусть пока что будет помощь, да? Адрес. Country. Country. Russia. Где? Russia. Где? У меня неинтересно. Создать. Ну, типа. Аккаунт зарегистрировал. К року. типа сейчас мы регистрируем систему если я правильно понял типа мы зарегистрировались там у них на всякий случай сделаю сканшотик так он загружает нам она в принципе очень плевать не пляси ах ты что я не буду пока не прогресса и обмола очень еще дает вся что-то призадумался клируется давайте посмотрим что происходит где наша машина вроде не в полке цепуча что я могу сказать почему она тогда не может одуплиться наверное стоит прерваться на вторую часть это полчаса иначе ролик там по я получится вообще час и полтора собственно подписывайтесь на канал ставьте лайки а в следующем видео когда я разберусь почему здесь она задуплила мы с вами продолжим настройку нашей инфраструктуры и конечно же приходите учиться к нам в экологию всем пока